МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале, в студии Игорь Богатырёв. Здравствуйте. Ряды правоохранительных органов Старого Оскола и Губкина пополнили две девушки. Выпускницы ведущих юридических вузов России. Торжественное принятие присяги прошло в знаковом для прокурорского ведомства месте возле бюста Павлова-Ягужинского. Аскольчанка Алина Глазкритская закончила Московский государственный юридический университет имени Кутафина. Проходила практику в Губкинской городской прокуратуре. Защищать права и интересы людей мечтала с детства. У меня есть родственники, которые работали в следственном комитете. И рассказывали мне, делились своим опытом. В детстве я наблюдала за деятельностью правоохранительных органов. Мне всегда это было очень интересно. И когда встал вопрос о моем поступлении, о выборе своей профессии, я решила стать юристом и в последующем работать в органах прокуратуры. Мне очень хотелось защищать права граждан и их интерес. Алина Вознюк из Губкинского округа окончила Саратовскую юридическую академию. Тоже всегда хотела помогать людям. Присягу прокурора девушки давали в торжественной обстановке. Клятву произнесли рядом с бюстом генерал-прокурора России Павла Ивановича Ягужинского. Торжественно свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства Российской Федерации, не допуская малейшего от них отступления. Активно защищать интересы личности, общества и государства. Чутко и внимательно относиться к предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Соблюдать объективность и справедливость при решении судеб людей. Зазнаю, что нарушение присяги несовместимо с дальнейшим пребыванием в органах прокуратуры. На присяге присутствовали коллеги новых помощниц прокуроров из Старого Оскола и Губкина, представители местной администрации. С важным событием сотрудникам ведомства лично поздравил прокурор Белгородской области Владимир Торговченков. Это особая работа, которая требует от каждого прокурора терпения, усидчивости. Зачастую, не считаясь с личным временем, выполняя вот эти задания и генерального прокурора, и наши задания, для того, чтобы закон был для всех одинаковым, чтобы восторжествовал. Поэтому я вас поздравляю еще раз. Желаю вам всего самого-самого в этой работе. Прокурор Старого Оскола Евгений Куценко отметил, что коллеги всегда готовы помочь новым сотрудникам по любым вопросам. Я вас сердечно поздравляю и уверен, что с наставниками, которые у вас есть в Старо-Оскольской городской прокуратуре, Губкинской городской прокуратуре, прокуратуре Белгородской области, у вас все получится. Со своей стороны я и мой коллектив будем являться гарантом профессионального и нравственного воспитания нашего молодого работника. В подарок новым сотрудницам прокуратуры вручили комментарии Гражданско-процессуальному кодексу. Мария Шилипова, Алексей Грачев, Евгений Сазонов, 9 канал. Украинские диверсанты подорвали шесть опор линии электропередач, идущих от Курчатовской атомной электростанции. ФСБ сообщают, это случилось 4, 9 и 12 августа. Атомная станция снабжает электроэнергией не только саму Курскую область, но и соседние регионы. Диверсия, отметили ФСБ, привела к нарушению технологического процесса функционирования атомной электростанции. Диверсионные группы и их возможных сообщников ищут. Власти усилили охрану объектов атомной энергетики. Возбуждены уголовные дела по статье «Теракт». Также сегодня в Крыму прозвучали взрывы. Причиной детонации боеприпасов на складе в Джанкое стала диверсия, сообщили в Минобороны. За прошлую неделю в Старом Осколе зарегистрировано 5 пожаров. Горели электрощитовая в многоквартирном доме, высохшая растительность в СНТ «Фиалка», мусор на проспекте Комсомольском и кровля одного из домов на улице Стоила. Самым обсуждаемым в соцсетях стал поджог мотоцикла, припаркованного в микрорайоне «Интернациональный». 10 августа в 0.33 по адресу микрорайон «Интернациональный» в районе дома 13 произошло загорание мотоцикла. В ходе проведения сыскных мероприятий было установлено, что данный факт является поджогом, поскольку были найдены видеоматериалы с камеры наблюдения, где видно, как человек поджег данный мотоцикл. Поджигателю грозят серьезные разбирательства, поскольку от горящего мотоцикла пламя перекинулось на стоящий рядом автомобиль «Шкода Фабия». Техника восстановлению не подлежит. Кукла-бабушка в шале. Кукла-дедушка в рубахе, подаренной внучкой. Кукла-монах, кукла-ангел, кукла-дива. 22 персонажа поселились в библиотеке имени Пушкина. Работы красноярской мастерицы растрогали всех, кто пришел на открытие выставки. И хотя называется она «Из жизни кукол», сами куклы родом из жизни. Трагичны и удивительны. Мой трехлетний сынишка как-то спросил, а почему люди не летают? Ну, потому что у них нет крыльев. Да как же! У них есть крылья, они спрятаны в животе. Только люди об этом не знают. Броши птицы поднимают вас над дорогами, машинами, серыми бетонными высотками и помогают помнить о полете и вам, и тем, кто смотрит на вас. А потом... Так что трогательно, я, наверное, через себя это все пропускаю. Нынешняя выставка, пожалуй, самая трогательная. Оксана Шапранова шить кукол начала два года назад. Стихийно, потеряв близкого человека. Рождение каждого образа сложное, порой мучительное. Одни навеяны событиями дней нынешних, другие – родом из прошлого. На выставке 22 работы, 22 персонажа. Их историю рассказала Елена Ислентьева. Хотелось мне как-то птичку шить. Да чтоб не ляпаю какую-нибудь, а бледненькую. И чтоб стежочками по ней туда-сюда, туда-сюда. Нашла одну белесую тряпицу. А по ней цветочки раскиданы. Вглядываюсь в цветочки, а они на меня смотрят. Не цветочки прям, а глаза. Промежь цветочков тканешку прищипнула, нос вышел. Обернула фетром, бабушка в шаре. Почти наладела. И в узких плечах, длинных, сухоньких руках уловила что-то знакомое. И вдруг смотрит на меня глазами цветочками. Моя прабабушка. Бабушка Настя. Шью, вспоминаю, разговариваю с ней и плачу. Хотя Оксана из Красноярска приехать не смогла, ее истории звучали так, словно и она с нами, и ее бабушка, дедушка, сыновья, ожившие в тряпицах, тоже тут. Но когда обрекала его в мягкую рубашку, вспомнила своего дедушку в больнице. Это были наши последние свидания с дедушкой. Я тогда купила ему рубашку. А он при каждой встрече нахваливал, что, мол, ах, какая мягкая, да хорошая рубашка. Мама тоже в кукле узнала своего отца. Долго они с сестрой обсуждали мою куклу, бережно держа в руках, даже дышать на нее боялись. А я смотрела и думала, что пару дней назад это была всего просто куча поношенных тряпок. А теперь, теперь память. Детский, спящий, синий, со свечой. Больше всего в экспозиции ангелов. Но не только. Вот на полочках по-хозяйски расположились пингвины. Примостилась уютно шерстяная семейка мышей. Девочка в обнимку с котом. Оперная дива. Броши бабочки. А здесь, в тишине витрины, молится монах. Быть может, просит Господа отпустить людские грехи? Куклы-то безгрешны и чисты, даже если слегка кокетничают или модничают. Первыми в 2020-м появились птицы. А затем образы стали будить по ночам, не давали спать. И Оксана запоем шила из того, что попадалось под руку. Безвлекал схемы набросков. Замысливать, планировать бесполезно. Кукла брала верх и рождалась такой, какой и должна стать. Со своим характером и судьбой. Все время стремлюсь как-то развиваться. Что-то модное. Такое вот модное кукло. Понравилась больше всего? Да, модная кукла. Выставка замечательная. Мне понравились все истории. Настолько трогательные. Особенно, как их преподнесли. Прямо слезы на глазах стояли. Но мне вот зацепили, наверное, вот эта тема ангелов. Она мне сейчас настолько близка, что у меня вчера тоже родилась картина. Прямо девушка-ангел с крыльями большими. И куклы такие интересные. Хочется их достать и в руках подержать. У меня непреодолимые ощущения. Конечно, так нельзя делать. Хочется. Куклы Оксаны Шапрановой, побывав на фестивале «Душа России» в Москве, прибыли к нам. Увидеть их в библиотеке Пушкина можно до 16 сентября. Лариса Ульянинка, Дмитрий Жиляков, Илья Самсонов, 9 канал. Десерт-кафе «Карамель» отпраздновала свой первый день рождения. В праздничном меню – мастер-класс для детей по приготовлению пирожных, аниматоры, бесплатная дегустация, розыгрыш призов, скидки и многое другое. День рождения десерт-кафе «Карамель» прогремел на всю округу. Шарики, громкая музыка, задорный детский смех. Пройти мимо и не заглянуть на чашечку кофе было очень сложно. Тем более, что там презентовали новый авторский кофе и скидки на продукцию в честь годовщины со дня открытия. Большой ажиотаж вызвал мастер-класс по приготовлению десертов. И каждый ребенок остался в восторге. Сначала вы берете бисквит и делаете их формочки. Ну, железную формочку берете делать. Да, потом мажете кремом и ложите орешки и там бисквит. Или что-то вы хотите. Но сосчитать детей на территории летней площадки десерт-кафе «Карамель» было вовсе нереально. Ведь ребят развлекали любимые мультперсонажи – Хаги-Ваги и Лала Фанфан. С Новым Родением! С Новым Родением! А взрослых гостей праздника порадовала свежая продукция – кафе «Карамель», дегустация десертов и розыгрыш фирменных меренговых рулетов. Останавливаться на достигнутом за год заведения не собирается. В планах расширять территорию и еще больше радовать гостей. За год получилось сделать очень многое. Это было ярко, феерично. Мы проводили мероприятия, мы участвовали в организационных моментах. Мы вводили новинки, мы встречали гостей, праздновали дни рождения, юбилей. Расти есть куда, потому что у нас в проекте глобальные летние площадки, торговый центр, который будет за ним. То есть мы хотим для данного микрорайона стать основополагающим. Куда, куда хочется вернуться, где будет комфортно провести зимние вечера, осенние ветра, где будет скрыться и укрыться. У нас есть комбообеды, мы расширены на всю аудиторию. Это ужины, это романтические свидания, это празднование дни рождений. И самое главное, мы посоединяем себя как десерт-кафе. То есть у нас авторские десерты, торты, пирожные. У нас на заказ всё, в принципе, можно будет изготовить под ваш любимый вкус. Десерт-кафе «Карамель» – это не только вкуснейший кофе и свежайшие пирожные, а также комплексные обеды и питательные ужины. Здесь можно провести и романтический вечер, и семейную трапезу, и большой юбилей. Десерт-кафе «Карамель» – ну очень вкусно. Чуть больше двух недель осталось до Дня Знаний. У родителей горячая пора. Ведь к первому сентября необходимо подготовить детей к школе. Одними учебниками и тетрадями не обойтись. Помимо собранного рюкзака нужна и качественная школьная форма. У каждого образовательного учреждения свои требования. Но абсолютно всё есть в магазине «Модный папа», расположенном в торговом центре «Маскарад». Стильная школьная форма может быть доступной и качественной. В магазине «Модный папа» представлено более 500 моделей, которые созданы с учётом всех существующих трендов. А качественные ткани не требуют жертв в виде дискомфорта и аллергической реакции. Благодаря разнообразию лекал и расцветок, одежда соответствует всем школьным требованиям. И при этом остаётся комфортной для самих учеников. Я мама двоих детей, и мы каждый год покупаем школьную форму именно в этом магазине. Здесь очень качественный товар, достаточно демократичные цены, постоянно индивидуальный подход, скидки, всегда детям мороженка в подарок. То есть им здесь очень нравится обслуживание. Всегда здесь весь размерный ряд полный присутствует. И очень большой ассортимент. Модный папа знает наверняка, что нужно вашему ребёнку от первоклассника до выпускника. Школьные платья, пиджаки, брюки, костюмы, тройки, аксессуары подойдут даже самым изысканным юным ценителям моды. Я люблю модничать. Мы купили с мамой и сестрёнкой очень много разных вариантов одежды. Я буду каждый день ходить в школу в разном. Я иду в первый класс и надеюсь, что буду учиться на одни пятёрки. И надеюсь, что эта форма принесёт мне большую удачу. Независимо от цвета, который рекомендует учебное заведение, форма для мальчиков всегда стандартная. Это светлая рубашка, брюки, пиджак или жилетка. Любую вещь можно приобрести как в комплекте, так и отдельными элементами. Очень много одежды. И вся красивая. Ты не знаешь, как её взять. Потому что ты хочешь взять одежду, но хочешь эту или эту. Но она вся разнообразная и вся красивая. Ты не можешь выбрать одну из них. Магазин работает с лучшими российскими и белорусскими фабриками, дизайнеры которых делают школьную одежду нескучной и индивидуальной. Для модниц постарше представлен большой выбор блуз, сарафанов и брюк. Полин, тебе понравилось? Да, мне очень понравилось. Здесь очень большие примерочные. Можно ходить вместе с подружкой. Здесь очень большой выбор одежды. Да, я не думала, что классическая одежда может оказаться такой классной. Огромный выбор качественной школьной формы для школьников и школьниц любого возраста не оставит равнодушным ни одного посетителя в магазина мужской одежды и школьной формы «Модный папа». На платье коллекции «Ретро» скидка 20%. У староскольцев вновь появилась возможность отведать свежих морских деликатесов. Во дворец спорта Аркада приехала выставка-ярмарка «Икра и рыба Камчатская». На прилавках более 35 видов рыбы, выловленной в экологически чистых водах Берингово и Охотского морей. Приобрести ее можно до 20 августа. Гастрономический праздник. На прилавке выставки-ярмарке «Икра и рыба Камчатская» более 35 видов диких рыб. Форель, омуль, белуга и, конечно же, королева лососевых чавыча. Она представлена сразу в трех вариациях – холодного горячего копчения и слабосоленая. Рыба Камчатки прекрасная. Прихожу в основном за чавычей. Когда они появились, я перепробовала все. Но многое солоновато, а вот чавыча – шикарная рыбка. Вообще удивилась, что от клуба везут сюда рыбку. Это шикарная. Рыбу ловят в водах Берингово и Охотского морей. Коптят и засаливают прямо на корабле. Буквально несколько дней отделяют ее от прилавка. А значит, деликатесы не подвергаются глубокой заморозке и сохраняют полезные качества. Кладезь витаминов и минералов. Обратите внимание и на красную икру. Здесь никаких консервантов, только соль. Сегодня купила чавычу, слабосоленую, красную икру. Подарок на день рождения своей внучке. И все здесь переходим ее на четвертый курс. Любит она красную? Любит очень. Запастись витаминами перед осенним сезоном просто и вкусно. Купить дары Дальнего Востока в Аркаде можно до 20 августа включительно. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Люди по-разному реагируют на погоду. Некоторые, даже сильные личности, подвержены метеопатии. Например, Наполеон при всей своей энергичности в непогоду терял самообладание, становился вялым и подавленным. Так произошло и под Ватерлоу. Многообещающий день начался сильным ливнем, а завершился полным разгромом. У французов союзными силами монархов Европы. Но завтра дождь, если и будет, то, согласно прогнозам, небольшой. 17 августа в Старомосколе и Губкине днем до плюс 30. Облачно. Ветер все тот же. С северо-востока. 3-4 метра в секунду. ОФ-индекс низкий, магнитное поле спокойное, атмосферное давление в норме. Рассвет в 5.14, закат в 19.48. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин